Добрый день. Какие нарушения в вашей практике вы чаще всего встречаете? Какие нарушения в вашей практике вы чаще всего встречаете? Есть вопросы по рекламным конструкциям, которые размещены иногда незаконно без выдачи соответствующих разрешений. Ну и в последнее время достаточно большое количество заявлений поступает о повышении цен на нефтепродукты. Я не говорю о том, что здесь есть какое-то нарушение. Я говорю о том, что вот эта тема сейчас наиболее актуальна. Она действительно очень актуальна. Водители действительно просто в шоке от такого резкого и, самое главное, большого подъема цены. Оно продолжается, я так понимаю. Что с этим делать, как с этим быть? Вы как-то можете влиять на ценовую политику? На ценовую политику, конечно, антимонопольный орган может влиять. Но в данном конкретном случае цены не подлежат государственному регулированию. У нас есть тарифы, которые устанавливают государство напрямую. Например, электроэнергетика для населения. Цены утверждает соответствующий орган. Здесь все просто. Государство определяет, какая цена должна быть на ту или иную услугу. Ну, как вот, например, это было там в 70-е, 80-е годы, когда был полностью государственно регулированный ценный тариф. Что касается нефтепродуктов, особенно нефтепродуктов в розницу, то здесь государство не устанавливает цены. Каким-то косвенным образом, да. Напрямую сам хозяйствующий субъект определяет, какая должна быть цена на автозаправочные станции. Поэтому здесь, конечно, возможности государственных органов, они ограничены. Что касается ситуации, которая сложилась, да, действительно, цены, по сравнению, предположим, с началом этого года, возросли. И вот, например, 92-й бензин на среднеизвешенная цена на заправках Рязанской области составляет 41 рубль 89 копейки. Среднеизвешенная цена. То есть, на конкретно заправке может быть больше, может быть меньше 92-й бензин. Мы замечаем, что рост по сравнению с началом этого года составил более 10%. Это, конечно, ситуация, которая не может вызывать озабоченности со стороны государственных органов, органов власти. Поэтому, конечно, в настоящее время мы проводим определенные мероприятия, которые позволяют определить, с чем связаны повышения цены. Что мы сделали? Мы направили соответствующие запросы хозяйствующим субъектам, которые в розницу осуществляют реализацию нефтепродуктов в Рязанской области. Мы получили вчера такие ответы на наши запросы. И нам необходимо какое-то время, я думаю, что 7-10 дней, для того, чтобы проанализировать, почему такое произошло. Ну, федеральная цена на полной службе, центральный аппарат, в принципе, уже называл некоторые причины, почему так. Ну, это, во-первых, были повышены акцизы, и повышение акцизов тоже сыграло определенную роль. Почему? Потому что нефтепродукты, бензин, дизельное топливо и такой товар, где 60% от стоимости, от реализации, от цены, да, реализации, составляют как раз налоговые платежи, в том числе акцизы, 60%, это достаточно большая величина. Вот. Но также здесь есть вопросы, связанные с тем, что сезонный принцип тоже имеет определенную роль. Потому что сейчас вот пик, да, все-таки сельскохозяйственной работы, поэтому спрос на топливо возрастает. Возрастает спрос, в принципе, и возрастает цена. Но по логике, наоборот, спрос возрос, должна понизиться. Да, понизится. Если нефтепродукты, если их недостаточно, да, то цена может как раз и возрасти. Ну, а почему недостаточно? А недостаточно, потому что вот некоторые НПЗ, нефтеперерабатывающие заводы, у них как раз сейчас профилактический ремонт, профилактические работы, поэтому здесь может быть объективное снижение. Ну, в принципе, вот это повышение мы, конечно, анализировали, спрашивали, у нас уже было совещание с владельцами автозаправочных станций, все объясняют повышение его розницы тем, что цены были повышены на мелком опте. На мелком опте. Но тут еще один немаловажный вопрос, но я не знаю, насколько он как бы к вам, да, что сейчас для нефтепроизводителей более выгодно продавать или реализовывать на экспорт свою продукцию? Вот таких данных у меня пока нет. Почему? Потому что, смотрите, есть зона ответственности регионального управления, есть зона ответственности центрального аппарата. Поэтому мы как раз будем устанавливать причины повышения цены на нефтепродукты. Если эти причины связаны с Рязанской областью, то есть, виноваты, ну, скажем так, есть причины повышения связаны с нашими хозяйствующими субъектами, с местными хозяйствующими субъектами, тогда региональное управление будет рассматривать вопрос о принятии определенных мер. Ну, вот анализ показывает, что цены на нефтепродукты в Орденце возросли не только, существенно возросли не только в Рязанской области, но и в других субъектов Российской Федерации. Ну, например, в Республике Мордовия тоже рост составляет порядка 9%. В Тамбовской области. То есть, цены возросли везде. Поэтому можно предположить, что причина повышения или изменения цены на нефтепродукты, все-таки она является общероссийской. В этом случае, конечно, определенную роль в выявлении данного нарушения может сыграть центральный аппарат Федеральной Антимонопольной Службы. Что меня лично вызывает озабоченность? Темпы повышения цен в Рязанской области, они несколько выше, чем у других субъектов Российской Федерации. Это, возможно, связано с тем, что у нас действительно территория в Рязанской области есть предприятие, которое доминирует на рынке. Доминирование на рынке означает, что данный субъект оказывает существенное влияние на ценообразование в том числе. И здесь, конечно, надо создавать определенные условия для того, чтобы хозяйствующих субъектов было больше, которые могли бы реально конкурировать с доминирующим хозяйствующим субъектом. Вот эта проблема существует, ее, конечно, надо решать. Это вот такая локальная проблема, которая, может быть, характеризуется, характерна для Рязанской области. Юрий Николаевич, ну вы регулируете цены не только на бензин, но, в принципе, и на все продовольственные товары. Расскажите, как здесь обстоят дела, нет ли нарушений в этой области? Вот что касается всех продовольственных товаров, то как раз цены на них государство не определяет, антимонопольные органы не контролируют. Потому что все-таки антимонопольные органы вмешиваются там, где есть рыночная власть сильного хозяйствующего субъекта. Все-таки торговля, ну их много, торговых объектов, да, и вмешательство государства в торговую деятельность, оно должно быть все-таки минимальным, потому что, вы сами понимаете, применять меры к какому-либо магазину, антимонопольному органу, наверное, неправильно. Здесь рынок должен определенным образом эти отношения регулировать. Мы, конечно, контролируем цены, но не для того, чтобы... Ну, есть определенный момент, закон об основе торговой деятельности Российской Федерации говорит о том, что есть определенные обязанности по контролю за торговлей, которые возложены на антимонопольные органы. Вот как раз я, да, действительно, мы ежемесячно анализируем цены, я скажу о том, что они ведут себя достаточно нормально, нет каких-то резких скачков, как помните, несколько лет назад был резкий скачок на гречневую крупу, такого нет. Цены достаточно стабильные. Единственное, что цены могут изменяться в связи с сезонностью. Например, не секрет, что в настоящее время цены на овощи, они выше, чем были, предположим, в сентябре прошлого года, потому что цены весной всегда увеличиваются на продукцию растеневодства. Здесь, ну, опять-таки, это все в пределах разумного, в пределах тех мер, когда не требуется вмешательство государства в регулирование. Ну, есть у государства рычаги воздействия. Когда в рознице цена за один календарный месяц возрастает более чем на 30% на какой-либо товар из социально значимой группы товаров, в этом случае орган, субъект Российской Федерации имеет право обратиться в правительство Российской Федерации, и цены могут быть зафиксированы. Но я скажу, что за всю практику существования вот такой возможности правительство Российской Федерации к этому никогда не прибегало, по крайней мере, в Рязанской области это было точно. То есть не было таких нарушений? Да, тут все-таки вмешательство в торговые деятельности со стороны государства должно быть минимальным. Почему? Потому что это область, которая имеет развитые конкуренции. А каким-то образом на цены тарифов ЖКХ вы можете влиять? Вот что касается ЖКХ, то в данном конкретном случае все цены, которые получает население, ресурсы, вода, газ, электрическая энергия, они полностью, для населения полностью устанавливаются государством. Значит, у нас здесь два уровня регулирования. Это центральный аппарат Федеральной этапонопольной службы, и у нас есть Главное управление Региональной энергетической комиссии Рязанской области. Вот это два органа на территории Рязанской области, которые устанавливают тарифы. Территоральное управление тарифы не контролирует, это контролирует центральный аппарат. Но это как раз та область, где действуют так называемые естественные монополисты, и поэтому здесь государство взяло на себя обязанность постановления цен. Потому что там один поставщик, один, он даже ни с кем конкурировать не может. Вода, предположим, газ, там больше никого нет. И поэтому, конечно, здесь государство обязано вмешаться. Она и вмешивается, восстанавливает цены. Поэтому, если цены, по мнению населения, завышены, то существует определенный механизм рассматривания разногласий между населением и энергоснабжающей организацией. Центральный аппарат Федеральной антимонопольной службы эти разногласия рассматривает и выносит решение. Есть специальный порядок, который определен по рассмотрению разногласий между потребителями, скажем так, коммунальных услуг, и между поставщиками, и регулирующим органом. Любой человек может прийти к вам, написать заявление. Все правильно? К нам может прийти, написать заявление, но рассматривать это заявление все-таки будет Центральный аппарат Федеральной антимонопольной службы, но прийти они, конечно, могут к нам. Мы это заявление перенаправим. Понятно. Здесь вот однозначно государство берет на себя ответственность по восстановлению тарифа. И чтобы соблюдался интерес и населения, и интерес хозяйствующего субъекта, понятно, что хозяйствующий субъект тоже должен получать нормальное вознаграждение за свою работу, которое позволяет ему развивать те же сети и дальше расширять свое производство. Нельзя же так. Если тарифы будут ниже экономически обоснованного уровня, то, понятно, через какое-то время просто все придет в негодность, и население не получит никакие ресурсы. Поэтому здесь необходимо соблюдать баланс интересов. По поводу баланса интересов, наверное, тоже вопрос немаловажный. Когда устанавливаются цены на тарифы, смотрится именно их рентабельность какая-то, или же смотрится в том числе и заработная плата среднего населения? Каким образом это происходит? Вы понимаете, для того, чтобы установить тарифы, там целая методика постановления тарифов, и несколько методов есть определения тарифа. У нас, к сожалению, пока применяется затратный метод. Вот затратный метод, он, ну, как это происходит? Хозяйствующий субъект обосновывает тарифы и направляет в регулирующий орган себестоимость предоставляемых услуг. Сколько чего он включил в эту себестоимость? И, естественно, есть определенный процент рентабельности. Регулирующий орган рассматривает, если считает, что тарифы экономически обоснованны, утверждает, если полагает, что какие-то затраты включены неправильно, эти тарифы, эти затраты из тарифа убираются, и цена снижается. Как правило, да, у нас регулирующий орган все-таки некоторые затраты считает экономически необоснованными. Но вот такой метод затратный антимонопольный орган все-таки считает немножко устаревшим. И поэтому предлагается несколько иной путь, не затратный способ определения тарифа, а несколько иные, которые действительно позволяют установить тариф на более правильном уровне. Каким образом? Ну, там сопоставимые цены смотрят. Ведь тарифы, например, что здесь не утраивает, затратный нет. Тарифы на водоснабжение, например, могут отличаться в разных субъектах Российской Федерации несколько раз. В десятки раз. Даже так. То есть, одна и та же услуга по водоснабжению в Антской области может стоить 2 рубля, в какой-то другой, в ближайшей области, 20 рублей. Вот это вызывает озабоченность антимонопольным органом. Поэтому здесь необходимо предлагается разработать определенные стандартные какие-то затраты, которые должны быть включены. И вот уже на основании этих стандартных затрат определяется величина тарифа. Но есть определенные предложения, чтобы закон, чтобы порядок определения тарифа должен быть усовершенствован. Поэтому антимонопольный орган, центральный аппарат в настоящее время разработал закон, который позволяет вот эти сегодняшние участие. Закон разработали. Сейчас он где? Он на рассмотрении Госдумы или где? Нет, он на рассмотрении пока всех заинтересованных лиц, включая региональных энергетических комиссий, также поставщиков, которые оказывают эти условия. Я полагаю, что это завершающая стадия. Потом, естественно, он пойдет в правительство Российской Федерации. А правительство Российской Федерации обладает у нас законодательной инициативой, поэтому это все пойдет в Государственную долю. Но вот такой закон разработан. Я полагаю, что он позволит устанавливать тарифы более справедливые, чем сейчас. Но они будут более справедливые для государства или же для людей? Или для всех? Понимаете, они должны быть для всех справедливыми. Потому что, опять-таки, должен быть баланс интересов между потребителем, между поставщиком на срок. Однозначно. Баланс интересов, о котором вы говорите, еще один шаг как раз к тому самому демократическому государству, о котором нам говорит президент всегда. Юрий Николаевич, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я вынуждена с вами попрощаться. До свидания. Спасибо большое. До свидания. На этом наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова